Продолжение следует... 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 гипофракционированные режимы. Чем же они так хороши? Хороши тем, что высокая доза зафракцию и высокая мощность дозы способны вызвать более летальные повреждения ДНК и снизить репарацию клеток. Выявлено паптос эндотелиальных клеток при высокой дозе зафракцию. Сокращение времени лечения за счет гипофракционированной лучевой терапии позволяет избежать ранней репарации и быстрой репопуляции радиорезистентных опухолевых клеток. Какие плюсы мы видим со стороны пациента и со стороны нашего совместного с химиотерапевтами лечения? Конечно, этот режим удобен для больных, потому что мы можем провести лечение за 4-5 дней и больные приезжают на лечение несколько раз в неделю всего. И, конечно, когда химиотерапевты говорят быстрее, пожалуйста, начинайте, нам нужно начинать лекарственную терапию, вот этот режим гипофракционирования тоже очень удобен. Но мы должны помнить о том, что это высокие дозы, это высокие разовые, высокие общие дозы. Поэтому мы всегда должны помнить и об объеме облучаемых тканей, о близости критических структур и особенно о близости полых органов к зоне облучения, о конституциональных особенностях больных. Мы стараемся не проводить гипофракционирование у больных с большим передне-задним размером тела, потому что это будет высокая зона максимума чаще всего. И, конечно, высокодозное лечение нельзя выполнять в условиях 2D лучевой терапии, а требуется только прецизионная лучевая терапия, точные методы и визуализации, и иммобилизации больных. Лимфодисекция проведена, выявлены факторы риска, о которых я чуть ниже скажу, и которые вы все знаете, и я надеюсь, вы отправляете после выявления этих факторов риска больных на консультацию к радиотерапевту. И раньше, конечно, мы лечили этих больных в течение 5 недель, в течение 4 недель после операции. Можно ли здесь проводить гипофракционирование? Вы знаете, одно из первых исследований датировано еще 1994 годом. Но я думаю, на него не стоит, поэтому я его не привожу. Оно выполнено на Рокусе, и там косметический эффект и лучевые повреждения поздние вообще не оценены. Поэтому 2009 год проведена гипофракционированная лучевая терапия на зону лимфоколлектора после лимфодисекции. И мы с вами видим, что да, конечно, снижается. Посмотрите, насколько в 4 раза снижается частота локальных рецидивов и снижается достоверно тоже частота отдаленных метастазов. Мы видим онкологические результаты лучше после проведения лучевой терапии на зону лимфоколлекторов. Те самые лимфостазы, которых мы всегда боимся и о которых мы всегда должны предупреждать наших больных. Чаще всего они до 40% развиваются при облучении и после операции паховых лимфатических узлов. В 2004 году было показано, это я к тому, что всем надо худеть. И вот наша Марина Васильевна нас всегда заставляет, когда она приходит к нам в ординаторскую и видит какие-то пирожные, она быстренько говорит, быстро убирайте все это. То есть посмотрите, индекс массы тела влияет тоже на риск развития лучевых повреждений. Поэтому об этом нам тоже нужно говорить с больными. Следующее исследование. Оно опубликовано вот в январе 2023 года. Оценено 335 больных, которым тоже была выполнена гипофракционированная лучевая терапия. Получается здесь 6,5 грей за фракцию, 6 фракций, нет, 5,5 грей за фракцию, 6 фракций за 3 недели. И сравнивали с классическим фракционированием за 4 недели. Мы видим, что все металлогические результаты в течение 5 лет абсолютно одинаковы. И естественно, экстранодальное распространение связано со снижением безрецидивной выживаемости и число пораженных лимфатических узлов также влияет на безрецидивную выживаемость и на общую выживаемость. Это факторы риска. Более 3, более 4 лимфатических узлов, экстракапсулярная инвазия, размеры опухоли более 3 сантиметров. Это те факторы, при которых хирурги, пожалуйста, направляйте больных на консультацию к радиотерапевтам. Посмотрите, различные режимы, и, кстати, большинство это гипофракционированные режимы. 6,30 грей за 5 фракций. Хорошая медиана прослеженности, и мы видим достоверные улучшения результатов лечения при проведении лучевой терапии, при очень небольшой токсичности после проведенного лечения. Слава Богу, что мы сейчас, вернее и мы, и наши больные живут в эру иммунотерапии. Мы видим значительные успехи, мы видим, что можно верить в несуществующий успех, потому что мы его видим потом. И вот лучевая терапия, в эру иммунотерапии, совместимы ли оба эти виды лечения? Да, потому что лучевая терапия сама по себе оказывает многостороннее действие на иммунную систему. Она активирует противоопухолевый иммунный ответ. Сочетание лучевой терапии с иммунотерапией дает возможность повысить иммуностимулирующий потенциал излучения, может оказывать, что интересно, иммуносупрессивное действие на микроокружение опухоли. И вот один из последних метаанализов, такой достаточно большой, 2018 года, показал, что лучевая терапия плюс иммунотерапия показало улучшение общей выживаемости по сравнению с пациентами, которые получали только эпилемумом. И в этой работе было показано увеличение того самого мифического, в кавычках, потому что мы его иногда все-таки видим, обскопального эффекта. И вот одна из последних работ, 130, посмотрите, включены 159 больных. Это больные меланомой, метастатической, рецидивной. 133 больным проводят монотерапию неволумабом, пембролизумабом, и больные не отвечают на это лечение. И тогда части больных присоединили еще лучевую терапию. Это которые больные упорно не отвечают на лекарственное лечение, или больные с тремя и более метастазами. И мы видим, что чаще всего это мягкие ткани попадали, входили в зону облучения кости, головной мозг. Лучевая терапия схема была стандартизована. При экстракраниальных поражениях это была гипофракционированная лучевая терапия за 3-5 фракций, либо классическая 30 грей за 10 фракций. При краниальных метастазах всем пациентам проводилась стереотоксическая лучевая терапия. И что мы с вами видим? Что полное или полное плюс частичное ответ опухоли был значительно и достоверно чаще зарегистрирован у больных, вот у этих больных с проведенной иммунно-лучевой терапией. То есть у 39% пациентов. И обскопальный эффект в этой группе больных был отмечен у 33% больных. Посмотрите, мы не так часто видим примеры обскопального эффекта. Больной с меланомой кожи головы, с метастазами в левую околоушную слюную железу и печень. Состояние после терапии неволумабом в течение 9 месяцев без эффекта по данным лучевой диагностики. И была проведена гипофракционированная лучевая терапия на левую околоушную слюную железу. 26 грей за 4 фракции. Был достигнут через 6 месяцев наблюдения полный эффект в околоушной слюной железе. И, как мы видим, достигнут эффект в печени. То есть, это пример обскопального эффекта. И я хочу сказать, что раньше, когда мы ездили, еще несколько лет назад, очень часто, когда мы ездили по Москве, мы видели баннеры, вот эти растяжки с девизом благотворительного фонда Вера. Если человека нельзя вылечить, то это не значит, что ему нельзя помочь. И я хочу сказать, что это тоже является девизом нашего отделения. Мы стараемся не отказывать больным в лечении, и даже если кажется, что совершенно нет применения, нет метода лучевой терапии здесь, мы этих больных лечим. Вот пациент, который обратился к нам в ноябре прошлого года, стремительный рост вот этого огромного опухолевидного образования на шее слева, образование более 20 сантиметров, естественно, кровотечение, естественно, распад, неприятный запах, боли, уже затруднение глотания, затруднение речи, плексопатия, осиплость голоса, головные боли. По месту жительства была выполнена биопсия, установлен диагноз меланомы, после биопсии со слов больного рост был вот такой стремительный, пересмотрели у нас препараты, это не выявленный первичный очаг, метастатическое поражение слюной железы субстратом без пигмента меланомы, нет мутации в гене-брав, проведен мультидисциплинарный консилиум, хирурги признают, что опухоль нерезиктабельна, радиологи говорят о том, что эмболизация сосудов опухоли нецелесообразна, и естественно мы с Игорем Василь, Игорем Вячеславовичем принимаем решение, что наверное мы можем помочь этому больному, и мы приняли решение о проведении спасительной лучевой терапии и монотерапии пролголемаба, мы проводим лучевую терапию крупными фракциями, 7 грей, 5 фракций, каждый день, 3 раза в неделю мы ему провели, и в день начала лучевой терапии была проведена терапия пролголемаба, которая продолжалась на протяжении 2,5 месяцев, вот пациент к нам приехал 8 февраля, мы видим, что уменьшение размеров образования, улучшение состояния больного, но, к сожалению, по данным обследования выявлены множественные метастазы, вернее, не множественные, не менее 5 метастазов в головном мозге, образование в легких, поплевре, в узлах печени, в костях, но больной нам рассказывает, что я себя чувствую хорошо, спасибо вам большое, я кушаю, я говорю, я передвигаюсь без каталки, у меня нет плексопатии, то есть качество жизни у больного точно уменьшено, корректируется иммунотерапия, она продолжается, в апреле по месту жительства проведена стереотоксическая радиохирургия всех очагов в головном мозге, и вот фотография пациента в апреле 24 года и уже в июне 24 года, то есть даже кожный дефект уже ликвидирован, самочувствие больного вполне удовлетворительное, то есть это пример того, как на протяжении 10 месяцев мы все-таки улучшили качество жизни этого пациента. Еще один пациент. Меланома кожи правой височной области с метастазами в правую околоушную слюную железу и лимфоузлы шеи слева. У него достаточно большая история болезни, выполнение хирургического лечения, многих линий химиотерапии, иммунотерапии, и по месту жительства пациенту говорят и его детям, говорят, что все, мы больше ничего сделать не можем, симптоматическое лечение, пожалуйста, к онкологу по месту жительства. Пациенты приезжают к нам с просьбой помочь, потому что в принципе в остальном самочувствие пациента вполне нормальное, удовлетворительное. У него и КОК-1, он сам себя обслуживает, у него только постоянное кровотечение, боли со стороны околоушной области и шейно-надключичной области справа. Мы также его обсуждаем на центре компетенции на нашей и решаем, что этому пациенту можно попробовать помочь. Проводится лучевая терапия также в нашем любимом режиме гипофракционирования, 7 ГРЭИ-5 фракций, с последующей иммунотерапией пелемумабом и неволумабом, затем пембролизумабом по июнь 2024 года. В настоящее время у больного нет признаков отдаленных метастазов, конгломерат лимфатических узлов значительно сократился в размерах, и когда я позвонила вот перед конгрессом дочери больного узнать, знаете, так осторожно спрашиваю, хотела узнать о судьбе папы, и она мне говорит, ну, Оксана Петровна, ну скажите ему, что не надо пропалывать 10 соток, надо, чтобы он себя поберег. То есть это мы говорим тоже о том, что качество жизни больных мы все вместе можем с вами улучшить. Не бойтесь этих больных, пытайтесь этим больным помочь. Это я обращаюсь к радиотерапевтам и хирургам, и к специалистам лекарственной терапии, что не забывайте о нас, и о таких больных к нам тоже нужно посылать. спасибо вам за внимание и хочу сказать, и хочу сказать, что, знаете, есть такая сейчас вот часто рассылка это идет, как ты себя настроишь, так ты и зазвучишь. И вот я желаю всем, нам, и вам, и нам, чтобы у нас был хороший настрой, и чтобы приятная мажорная музыка звучала в наших душах, и мы передавали это нашим пациентам. Спасибо. Большое спасибо, уважаемая Оксана Петровна, особенно за те уникальные совершенно клинические случаи, которые вы представили. Это на самом деле мы просто преклоняемся перед вашим мужеством, потому что мы, наверное, очень часто в нашем клинической практике также принимаем решение о том, что пациенту помочь вот локально, наверное, невозможно. А можно вопрос... Отправляйте к нам. Да. Вопрос, оценивается ли вы состояние крупных сосудов магистральных, потому что первая мысль у меня как у терапевта, вот там же столько всего, в шею. Не опасно ли облаке? Вот у последнего пациента у него даже было прорастание крупных сосудов в шее, но у него и так кровотечение. Он меняет эти памперсы много раз в день. Хуже мы ему не сделаем. И, кроме того, лучевая терапия в высоких дозах, она сама по себе обладает гемостатической функцией. Поэтому, наоборот, мы с радостью проводим высокими дозами и мы останавливаем кровотечение. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы? Конечно. Спасибо огромное за доклад. Впечатляет, конечно, ваша борьба за каждого человека. Вот. Ваше отношение к лучевой терапии адъювантной после лимфоденоктомии к следующему коллектору. Вы облучаете только зону операции или же подвздошные при дюкена, надключичные при подмышленности. Это не было целью моего доклада, потому что я обычно показываю, у меня еще есть такой слайд, правильно планируем, правильно лечим. Потому что, к сожалению, очень часто, когда мы ездим вот с этими мастер-классами и мы спрашиваем, покажите, пожалуйста, план облучения, очень часто проводится облучение неправильно, а очень маленькими объемами. Если была выполнена, например, акселярная лимфодисекция, ни в коем случае, как мы часто видим, увы, нельзя облучать полем 9 на 9 сантиметров, 10 на 10 сантиметров. Мы должны брать все три уровня акселярных лимфатических узлов, мы должны брать подключичные, если мы идем на это, значит, это были весомые причины для проведения адювантной лучевой терапии. И это получается на самом деле вот такое очень большое до 20 сантиметров длиной фигурное поле. При операциях, если это околоушная железа, например, то тоже берется шейно-надподключичная зона, тоже берется, а не только область околоушной слюной железы. А подвздошная область, только что у нас был спор, вернее, дискуссия такая в нашем отделении, и мы даже и с Игорем Вячеславовичем на эту тему говорили, и с Сергеем Сергеевичем Гордеевым, потому что у нас был больной, у которого была меланома кожи мошонки. И затем через какое-то после истечения было в 2022 году, а сейчас у него был конгомерат лимфатических узлов в паховой зоне со стороны поражения. Но знаете, мошонку, если вы ее представите, ее сложно как бы, если она где-то посередине, сложно латерализацию какую-то провести. справа она это меланома была или слева. И вначале у нас был принят план лечения, что мы облучаем только пахово-бедренную зону с включением наружных подвздошных лимфатических узлов. Ну а потом вместе с Марией Васильевной мы провели такую тщательную экскурсию в анатомию кровоснабжения мошонки. Постоянно, когда мы в гугле писали кровоснабжение мошонки, почему-то на экране возникала мошонка кенгуру. И вот это вот постоянно мы не понимали как гугл настроен на это. И мы приняли решение в этом случае, когда идет, когда у больного меланома перианальной кожи, кожи вокруг ануса, кожи мошонки, все-таки принимать решение об облучении зон лимфоколлекторов с обеих сторон. Следующий коллектор, подвздошные. Подвздошные берем в зону облучения в этом случае. Надключичные. Ну, надключичные при мошонке зачем? Нет, нет, при подмышечной лимфоденоктомии. При подмышечной надключичной не нужны. Я вам только что сказала, что это идут все три уровня акселярных и подключичные. Понятно, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok